В Новочебоксарске состоялось торжественное открытие соревнований по карате, приуроченных Дню Победы. Участников состязаний зрители поприветствовали глава Новочебоксарска Олег Матвеев, военный комиссар города Сергей Баранов, участники боевых действий и другие. Они пожелали юным спортсменам крепкого здоровья и удачи в соревнованиях. Торжественная часть мероприятия началась с сравнения на государственной флаге под гимны Российской Федерации Чуварской Республики. Завершилась минутой молчания в память о погибших на полях сражений во время Великой Отечественной войны. В соревнованиях имели возможность участвовать и спортсмены с ограниченными возможностями. Эти особенные спортсмены показали зрителям катом. В турнире приняли участие не только каратисты из Чувашии, но и других регионов. Этот турнир является, так сказать, отправной точкой развития олимпийского карате в Республике Чувашии. Федоров Николай, скажем так, взялся за развитие данного спорта в Республике. И вот уже на протяжении буквально года это третий турнир, который он проводит. Ну, соответственно, народ приезжает, народ поддерживает. Приезжают судьи всероссийской категории из других регионов, приезжают спортсмены. И это дает новый толчок, новый импульс развития олимпийского вида спорта в Чувашской Республике. В турнире по карате участвовало порядка 130 спортсменов. Стольятти, Самары, Кирова, Нижнего Новгорода. По итогам соревнований из Новочебоксарска стали победителями возрастной категории 6-7 лет. Илья Ярусов. Первыми в возрасте 8-9 лет стали Кира Корсакова, Глеб Миронов. В категории 12-13 лет первое место завоевал Владимир Федоров. Первым в возрасте 16 лет и старше стал Алексей Миронов. Мне 12 лет. Я занимаюсь карате два года. Занимаюсь я в Новочебоксарской школе по карате лидером. Я была в Татарстане, в Нижнем Новгороде, в Тольятти, в Пензе. Я считаю, что каждая девочка должна уметь за себя постоять. И считаю, что карате им в этом поможет. Сегодня я принял участие в катое, но сделал я, по моему мнению, хорошо, но слабо. Но я занял первое там место. Не так давно я ездил на Кубок Акбарса в город Казань. Это были всероссийские соревнования. Там я занял первое место. Почетные гости спортивного праздника приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров соревнований. Ольга Лазарева, Павел Андреев, Новости Новочебоксарска.